Я на судебной работе с 15 декабря 1974 года. Принцип неприкосновенности судей существовал всегда. Если сказать, на чем он основывается и сейчас, я скажу. Он основывается на Конституции Украины, которая принята, как известно, в 1996 году. Что такое принцип неприкосновенности? Это основополагающий принцип деятельности суда и судей. Он присущ всему цивилизованному миру. Это не наша выдумка, не выдумка Украины, не выдумка наших соседей Белоруссии, Польши, России. Это постулат Европы. Это постулат цивилизованного мира. Почему? Судья, если вы хотите получить в суде законное и справедливое решение, судья должен быть независимым. Он должен зависим быть от законов и от Конституции. От Конституции основной закон и на основании Конституции принимаются законами. Судья должен руководаться. Только при этих обстоятельствах гражданин может пойти в суд и добиться защиты своего права. Попросту говоря, найти правду. Я слежу внимательно за информацией в средствах массовой информации, на телевидении, газетах и так далее. Многие поносят суды и так далее. Как бы низкое средство массовой информации говорят о низком доверии к судам. Но я бы хотел сказать, что это на самом деле не так. Чем могу подтвердить? Как бы ни ругали суды, но все идут в суд за защитой нарушенного права. Я помню, когда Харьковская область за год рассматривала 20 тысяч гражданских дел. А вот в новейшей истории Украины только суды общей юридикции некоторые годы рассматривали 150 тысяч гражданских дел. Это о чем говорит? Вот много уголовных дел, это плохо, это значит преступление. А много гражданских дел свидетельствует о чем? Что люди цивилизованным путем разрешают конфликты и споры. Это свидетельствует об активности, что пошел суд и защищает права. О том, что там недовольные, ну вы же поймите, есть и два лица юридических, физических, два гражданина спорят. И один проиграл процесс. Ну, конечно, он будет недоволен судом. А второй, который получил защиту прав, а вы кого берете интервью? Как правило, того, кто проиграл процесс. Вот вы скажите, я вспоминаю, вот у нас с Киева телевидение приезжало годика три назад, один плюс один. Вот говорят, почему говорят, вот сюда коррупция, все продается. Говорю, пойдемте в суд спросим. И вот с какого-то сельского района, это был ноябрь месяц, две женщины спорили между собой небольшой долг, полторы тысячи гривен. Истица предъявилась, сказала, я одолжила на две недели, вот не возвращает, вот расписка. А та же, говорит, я отдала. Вот такой спор. Для суда это спор, образно говоря, на пять минут. Есть расписка, которая свидетельствует, что ты получила деньги, а возврата нет. Я говорю, спросите, кто проиграл процесс. Справедливый лесу. Она тут же сказала, все продано, все куплено. А цена иска, предмет спора, полторы тысячи гривен. Давайте спросим, кто выиграл процесс. Что она скажет? Я обратил внимание журналиста, что ноябрь был тихий, теплый. И еще люди ходили в летные обуви. А эта женщина села в резиновых сапогах. И она говорит, какое купила. Вот сюда доехала, а обратно денег на билет нет. А бытует мнение. Вот вы сами лично в судах бывали. Вот там все продается. Вы лично судились? Вы лично носили что-то, чтобы купить дело? А почему так говорят? Так все говорят. Да, есть такая тенденция. Как бы суд поливают. А может быть это его, извините, ругают за принципиальность в отдельных делах. Поэтому теперь еще о принципе независимости. Как понимать принцип независимости? Вот я коротко сказал. Ну а государство, я должен сказать, судебную реформу у нас началась в 1992 году. И последовательно, многие приняты законы, как бы последовательно процесс наращивается. И мы приближаемся к европейским, мировым, цивилизованным стандартам в плане независимости судей. Это не просто провозглашается конституция. Она складывается из других причин. Суд должен быть хорошим, приспособленным для суда помещений. Судья должен иметь достойную зарплату. Ну я же не с вилами иду в поле работать, правильно? Я должен быть сыт. Я разрешаю конфликты. Работа очень сложная. Чтобы понять, какая работа, возьмите соседей на площадке поссорились, а вы помирите. И вы поймете все, что это означает. Поэтому это целый комплекс. Значит, что такое недоторганность судей? Закон прямо записал. Вот статья 48 закона о судоустройстве, статусе судей. Этот закон был принят в 2007 году. Судью нельзя задержать, судью нельзя арестовать, судью нельзя поместить в следственный изолятор. Если он и совершил, по мнению граждан, по мнению других органов правоохранительной, той же милиции, прокуратуры, совершил правонарушение, и ты удостоверился, что это судья, задержать его не имеют права. Ну, естественно, возникнет вопрос, а как быть, если судья совершает преступление? Такие случаи, к сожалению, бывают. Санкцию на взятие судью под стражу дает Верховная Рада. У нас такие случаи бывали. Поэтому либо Верховная Рада, либо суд постанавливает приговор и осуждает судью за совершенное преступление, к лишению свободы, он тоже может взять под стражу. Это не много, но такие случаи бывают. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к тем разговорам, которые сейчас ведутся в обществе, о том, что это надо только нести судей, если не должна быть полностью снята, а должна быть частичной, только когда судья на работе. Может ли в этом случае быть каким-то образом оказано давление тогда на суде, Вы считаете, если она будет частичной? Вот у меня лежит обращение судей. Сейчас я Вам скажу. Так, одну секундочку, потом. Я только читал. Вот каким путем происходит давление на судей? Вот, пожалуйста. Судьи Юпатолийского городского суда. Какие обстоятельства? Судья принимает решение по гражданскому делу. Недовольная сторона не обжалует решение высшестоящий суд, а идет в прокуратуру и пишет, возбудите дело. Сейчас она возбуждается очень просто, вносится запись в единый реестрик и судью начинают допрашивать. Пишет, возбудите дело, они постановили незаконное решение. У нас существует правило, ты не согласен с решением районного суда. Иди в область, в апелляционный суд, обжалуй. Не согласен, обжалуй Верховный, Высший суд, Верховный. Не добился правды, иди в Европейский суд. Он же не идет в высшестоящий суд, идет в прокуратуру и говорит, судьи постановили заведомо неправосудное решение. Возбудите дело и начинайте их таскать. А что и сделала прокуратура города Юпатолии. Написал гражданин, возбудите дело против судьи, и он начинает допрашивать судью, пиши объяснение, почему ты принял такое решение. А закон говорит, судья не обязан никому давать пояснение, почему он принял решение. Это его внутреннее убеждение, основанное на изучении дела и знании закона. Поэтому оказать давление на суд, это очень просто. Поэтому законодатель и оберегает. А те, кто пишут, снять недоторганность, либо не понимают, что они говорят, они же в первую очередь сами пострадают. Мы совсем недавно говорили о телефонном праве, теперь как бы о этом не говорим. Я вообще должен сказать, вот сейчас, на сегодняшний день, при всех трудностях жизни, судье ничего не мешает быть независимым. Выполняют закон. У нас достойная зарплата, многие суды в хороших помещениях. У нас большие отпуска. Конечно, и работа сложная, но у нас и большие отпуска, достойная зарплата. Я думаю, что никто из государственных служащих такую зарплату, как судей, на сегодняшний день не получает. Это не просто, что это вот прихоть. Это специально делается, чтобы суд был независимым и принимал справедливое и законное решение. Чтобы пошел гражданин и нашел защиту в суде, а не шел каким-то иным путем. Вот это такой, если позволите, последний вопрос. Если речь идет уже о том, что все-таки судьи в большей или меньшей степени в нашей стране не обеспечены, они имеют статус недоторганности. Должен ли быть какой-то моральный облик у судьи? Должен ли судья как-то соответствовать ему? У нас на съезде судей был принят кодекс судейской этики. Но я хочу сказать, вы, видимо, имеете в виду, это судья Киевского суда. За 39 лет работы это впервые такой случай, что произошел конфликт между судьей и работниками милиции. Я не знаю этих обстоятельств. Я об этом деле знаю столько, сколько вы со средств массовой информации. Хотя, конечно, он со всех сторон неприятен. Но я вам еще раз хочу сказать, что за 39 лет работы на Харьковской области, и вообще в Украине я никогда не слышал о таком случае. Я думаю так. Если работники милиции убедились, что это судье, они обязаны его были тут же отпустить. А все остальные, если даже он совершил какие-то действия, заявляйте в прокуратуру, пусть проводят расследование, пусть привлекают. Я предполагаю, даже если в его действиях и были проступки. Но бросить на асфальт, а потом в следственный изолятор, закон это запрещает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...